Ребята, феерический номер. Я прогуливаю работу. Сейчас время половины четвёртого. Я собралась пойти попоткаться. Я оделась просто офигительно. Настолько красиво, насколько смогла. Я вся в белом просто. Я не знаю, сейчас я отойду, чтобы вы могли просто заценить. Как я выгляжу вообще. Жопа, я вся вообще. Я белая, прибелая. Смотрите на меня. Надеюсь, у меня не упадёт ничего. Вроде бы я растопырила, как могла. Так вот. Классно, да? Шикарно. Я вот так вот выгляжу. Более того, я купила цветы. На самом деле, что было на самом деле? На самом деле, я сегодня с самого сранья, как я уже вам рассказывала. Я поехала к зубному. Мне сделали снимок и сказали, что да, действительно, всё плохо, всё ужасно, нелепо и бессмысленно. И надо, короче говоря, зуб удалять. То есть, спасти его нет никакой возможности. Это меня очень расстроило. Но врач, который мне занимался, ну, врачиха, которая занималась, ну, доктор, стоматолог, которая занималась лечением моих зубов, там, удалением, восстановлением вот этими вот коронками, она в отпуске и будет только на следующей неделе. Я говорю, а что же вы мне раньше не сказали? Я бы не ехала. Я же написала отгул на весь день. Мне говорят, а вдруг у вас там гнойное воспаление? Потому что я же сказала, что всё, у меня опухольный десне, флюс. Мне говорят, вдруг у вас там, ну, флюс бывает разный. Если, говорит, он у вас там внутренний и есть вероятность того, что пойдёт воспаление вглубь и начнётся там воспаление внутри костей черепа, там, может пойти дальше в сторону там, где, ну, вглубь черепа, так скажем. Это опасно и нужно будет тогда срочно, типа, всё это удалять. Но у меня, типа, наружное только воспаление, но вот с этой стороны шишка внутри, так, с внешнего не видно. И оно не требует, короче, немедленного хирургического вмешательства. Поэтому можно неделю подождать. Но мне посоветовали подождать неделю, пока мой врач вернётся из отпуска. Ну, с меня взяли всего 300 рублей за приём и осмотр. Плюс мне сделали рентген, распечатали, отдали эту картинку. Эта девушка мне сказала, типа, если вам будет хуже, если поднимется температура, если будете себя плохо чувствовать, то, типа, езжайте в ЦРБ, в Пассат. Там вам, типа, всё удалят и вскроют. Я даже не знаю, бесплатно или платно. У меня полис-то есть медицинский. Вот, типа, вот она мне за 300 рублей сделала вот этот снимок рентгеновский, распечатала, показала там на снимке, где у меня нагноение. Нагноение идёт прямо между корней зубов. И этот гной, не знаю, куда ему деться, выходит в наружную сторону. И поэтому снаружи Дисней образовался такой, как камешек такой. Как будто у меня во рту вот камешек такой. Вот. Но его не видно. Вот. И, короче, говорит, подождать, пока врач мой вернётся из отпуска. Но, говорит, если будет температура, если будет совсем плохо, то тогда, говорит, конечно же, поезжайте в ЦРБ, и там вам это всё вскроют. Вот. А я хочу... Ну, я не стала. Я думаю, блин, с нашей... Если бы, конечно, если бы у меня не было денег, вот если бы у меня совсем не было денег, или если бы... Кстати, вот мне там говорят, вот, типа, а что, дядя Руслан, тебе не дают денег на зубы? Если бы у меня совсем не было денег, то есть была бы такая совсем критическая ситуация. У нас есть в посаде клиники, то есть там приняли бы по полису. По полису бы там приняли, но там пришлось бы, конечно, и в очереди постоять. Я не знаю, как там, что там с обезболиванием вообще. Вот. Как правило, там всё не очень хорошо. А так бы, ну, приняли, да. Да. Я освобождаю место на фотоаппарате, чтобы пойти пофоткаться. Ну, вот. Я думаю, что так как у меня не совсем, не так всё прям совсем, как мне сказали, что это не совсем трэш, то можно подождать. То есть не обязательно прямо бежать, извините за выражение, роняя кал. Вот. Можно подождать какое-то время. И подождать, пока вернётся мой врач из отпуска. Я думаю, всё-таки не рисковать. Конечно, можно сэкономить деньги, но вот пришлось бы, наверное, взять ещё от ГУМ, ехать там в бесплатную больницу, там, скорее всего. Ну, не знаю, когда бы меня там записали. То есть как постоять бы в очереди пришлось, наверное, несколько часов, хотя я не знаю. Ну, в общем, короче, я не знаю. Мне, наверное, проще дождаться моего врача, чтобы она уже мне сделала всё как надо, потому что всё-таки зубы. И так как мне сказали, что зуб, скорее всего, придётся удалять, всё там промывать, я говорю, а может быть мне попробовать? Я всё надеялась на какое-то консервативное лечение. Я говорю, а может быть мне попробовать там антибиотики какие-нибудь, выпишите там попить, поколоть, может, десну. Мне сказали, типа, нифига, антибиотики стоят дорого. Это, говорит, большая. Они, говорит, очень вредные, потому что мне сказали, типа, ни в коем случае просто так нельзя антибиотики. Даже если не просто так, даже если есть воспаление, они, говорит, так просто, говорит, вам всё равно этот зуб придётся удалять. А вы, говорит, если сейчас будете пить антибиотики, вы ещё и дополнительно организм, типа, ослабите и отравите антибиотиками. В общем, говорит, подождите, когда приедет врач, и там уже тогда вам всё удалят. И, блин, слышите, ну этот зуб, там вот те зубы золотые, они в глубине, их незаметно. А этот зуб, он внизу, его будет видно, если его удалят, там будет видно, короче, такая будет эта дыра между зубов, как у Лиоли, только внизу. Ну даже, не, у неё там наверху симметрично это как-то, не, это заметно, но, может быть, ещё не так трешово. А у меня будет внизу, и только с одной стороны это будет пиздец. Вот, и придётся, не знаю, мне, говорит, на винты зубы стоят от 50-80 тыр. 50-80 тыр у меня нету. Это первое. Второе. Даже если бы у меня было 50-80 тыр, мне жабу бы задушило на зубы потратить. На один зуб. Я понимаю, если все. То есть, если вот ты вот отдаешь, там, не знаю, даже сто тыр, сто тысяч, и у тебя все зубы будут искусственные, и никогда больше не придётся ходить к стоматологу, тогда ещё, вот тогда ещё, ладно, тогда бы я ещё подумала. А так просто отдать, короче говоря, там, 50, ещё сколько-то тыр, и ещё неизвестно, что получишь. Я к этому морально не готова пока, что, вот. Я не знаю, что делать. Ходить тут без зуба, ну, и еда будет вываливаться, и будет, наверное, эффекты фикции. Вот, это первое, второе, ну, это пипец, тогда уже не улыбнёшься, нужно будет придумывать какие-то коронки, мосты, какой-то съёмный протест. То есть, короче говоря, мы спасали этот зуб как могли, но, к сожалению, не шмагали. Он меня мучил с 17 лет. Это вот мне многие любят говорить, а вот тебя же как-то родители вырастили, несмотря на то, что семья была бедная, вырастили. Ну, я говорю, у меня не было возможности в детстве, не было возможности хорошо питаться, то есть, меня кормили, не, я не голодала, но вот достаточное количество витаминов, микроэлементов, кальция мне не хватало, и у меня плохие зубы, челюсти, суставы, иммунитеты, чуть что, вот видите, даже всё, зубы мне залечили, пломбу поставили, каналы почистили, всё хорошо. Но из-за того, что у меня с детства хуёвый иммунитет, потому что у меня в детстве было плохое питание, потому что у меня было воспаление лёгких, потому что у меня не было тёплых шмоток, потому что жили в холодной квартире, экономили на всём, включая отопление, не включали дополнительные приборы. Квартира была угловая, было очень холодно, было воспаление лёгких, было лечение антибиотиками, Это, естественно, очень низкий иммунитет сейчас у меня в возрастном состоянии, как будто у меня ВИЧ-инфекция. Я иногда даже принимаю лекарства курсами, которые прописывают тому, у кого ВИЧ-инфекция. Потому что у меня это с детства, потому что были антибиотики очень сильные, потому что было сильное воспаление, то есть очень лёгких. И вот такая вот вся херня. И во взрослом состоянии мне очень много денег приходится тратить на то, чтобы быть вообще в состоянии стояния на врачей, на стоматологов. То есть у того, у кого было как-то получше, кто с детства мог себе позволить нормальную, платную, хорошую стоматологию, хорошие кломбы, витамины, какие-то занятия физкультурой, отдых где-то на море, а не в нашей холодной полосе, где только простужаться. У них, как правило, состояние здоровья получше всё-таки. Ну ладно, ребят, всё, пойду я, наверное, пофоткаюсь. Вот я такая красивая сегодня просто. Вот такая вот прогуливаю работу. Мне так неловко. Но я понимаю, что если бы я сейчас пошла на работу, то есть я вообще как бы в 9.30 я была в 9 у врача, потому что у меня маршрутка приходила или намного раньше, или намного позже. Вот в 9.30 я была у врача, там вот всё мне сделали. В 10 меня уже отпустили, пока я даже дождалась маршрутка, дошла до остановки, подождала маршрутку. Приехал автобус, и он набился, короче говоря, пенсионерами. И пока этот автобус набитый бабками, ехала с Пересвета. Ну потому что рабочий день же, кто же ещё, из Пересвета в Сергиев Посад прошло, наверное, час. Там, конечно, можно было, вот где Игнатьевский поворот, в Сватково выйти. Но дело в том, что 70-я маршрутка ходит раз в час, и я не знаю, сколько бы я её там прождала. Мне очень не хотелось в Сватково застревать на час. Там и дойти очень долго идти, там, не знаю, наверное, часа сколько там, там, по-моему, километров пять, наверное, идти пешком до Буженейроса. От Сватково до Буженейроса, да, километров пять. Пешком не дойдёшь, и маршрутку там ждать можно часами. Она ещё может, блин, как-то и не проехать, так как она именно в будни, в середине дня плохо уходит. Я думаю, ладно, уж поеду в Посад, оттуда точно, электричка уж точно ходит по расписанию, как правило. И, в общем, пока я поехала в Посад, пока я дождалась электричку, пока я приехала уже сюда, было уже время 12.30. Ну, к обеду, может быть, я бы успела на работу ещё на половину дня, но я уже была уставшая, я уже была измученная, мне ещё надо было поесть, естественно. И, короче говоря, в общем, тем более всё равно я написала за свой счёт день, то есть даже если бы я вышла на работу, мне бы всё равно это не оплатили. Я решила всё-таки не демонстрировать показной трудовой энтузиазм и, пользуясь хорошей погодой, я иду прогуливать работу. В общем, спасибо всем, кто меня смотрел, я пойду делать фотосессии, буду выкладывать их и ВКонтакт, и на Валдрес, я давно очень этого не делала. Потому что, я думаю, такой хороший день далеко не всегда получается. Вот, пойду-ка. В общем, сниму сейчас для вас из окошечка и снимусь. Наверное, я всё-таки телефон тут оставлю, чтобы не таскаться. Я-то себе вещей нагладила, чтобы в них, короче говоря, пофоткаться. В общем, смотрите, как там здорово. И листья жёлтые. Но солнце светит, и я думаю, наконец-то в кои-то веки хотя бы погода хорошая, вот как будто специально эта погода так вот растеплела и стала хорошая для того, чтобы я могла пофоткаться у Женинова и как бы сделать такую прощальную фотосессию. Так как, наверное, скорее всего, я уеду. Возможно, даже довольно скоро. Так что, возможно, какое-то время меня не будет в эфире, потому что на том, я не знаю, есть ли интернет там, куда я собираюсь уезжать. Может быть, там вообще интернета нету, и тогда я не знаю, что я буду делать. Как я буду жить, как я буду выходить, как будут выходить мои ролики, я не знаю. Но это будет всё в начале сентября. То есть всё должно решиться до... В начале сентября всё будет решено. До середины сентября всё должно быть решено. Или я уеду, или я останусь. Но у меня такое впечатление, что такая погода выдалась хорошая, как будто специально, чтобы я могла пофоткаться и таким образом попрощаться. Потому что потом, наверное, если действительно всё получится, и если я действительно переезжаю, времени потом уже не будет. Потому что надо будет собирать документы, потому что надо будет перевозить вещи, потому что надо будет выписываться. В общем, будет очень много всего. А пока что такая просто погода хорошая, тёплая. И я смогу как раз пойти пофотографироваться, чтобы вы меня запомнили. И иду я фоткаться вся в белом. Так что спасибо всем, кто меня смотрел. С вами была Марина Морлок. Всем счастливо. И пока-пока. Какая осень в августе.